Привет, интернет! По вашим многочисленным просьбам делаем это видео. По результатам опроса сегодня речь пойдет... О-о-о! Это Япония! Страна, сводящая с ума сразу двумя алфавитами в своем языке и древними самурайскими традициями. Расскажем вам про тех, кого нельзя называть громко вслух. Обсудим несколько популярных мифов и объясним, почему это неправда или же наоборот подтвердим верность этих мифов. Сегодня у нас в гостях особенный человек, который ответит нам на некоторые вопросы. И большущее ему спасибо за помощь с этим видео. Итак, у огурца Рэй всем Гик Роджерс. Поехали! Всем Гик Роджерс, меня зовут Энтони Сомелья. И сегодня поговорим о Японии. Потому что Япония офигенная страна, сюда стоит приехать. Это небольшой спойлер. Но по порядку. Поехали! Япония без сомнения самая интересная страна. Сложно представить, что на таком маленьком клочке земли умещается столько всего интересного и необычного. И начнем мы, пожалуй, с самой интересной штуки. Гора Фудзияма. Гора Фудзияма, или попросту Фудзи, представляет собой такой же яркий символ Японии, как и цветущая розовым цветом сакура. Для японцев Фудзияма священна. И в это место совершают паломничество многочисленные буддисты и синтоисты со всей страны. Интересный факт. На сегодняшний день нет картин с изображением этого вулкана. Почему? Неизвестно. Напиши в комментариях свои мысли по этому поводу, а мы идем дальше. Ладно, уговорили. Так и быть. Давайте поговорим про хентай. Поговорим с вами про хентай. Тут должна быть эпичная музыка. Как правительство вообще к этой теме относится? Да никак. То есть он как бы есть. Это то самое, что есть фильмы, например, да, есть порно. Есть как бы своя аудитория под это все. Я, если честно, мало что могу про хентай говорить. Как бы от себя, например, да, потому что я особо не следовал эту тему. Ну, в Японии, допустим, как, допустим, вот эта вот известная тема, что в Японии щупальца считаются каким-то таким сексуальным объектом. Ну, не объектом, а как-то сказать. Кинг. Кинг? Кинг. Кинг? Что такое кинг? Ну, да, типа как щупальца. Это считается фетиш в Японии с древних времен. Ну, не буду говорить почему, потому что, ну, вообразите сами, почему. Вот. Тем более нас YouTube, наверное, сейчас заблочит, если мы будем разговаривать, почему они считаются фетишем. Вот. Но он здесь есть. И в Японии хентай это не только, как бы, аниме, да, считается. Ну, допустим, в древних временах, например, вот девушкам выдавали такие свитки с изображением полового акта. То есть, когда девушке исполнялось, ну, совершеннолетие, когда достигало, ей родители дарили вот этот свиток. И там все было показано, что с ней будет делать муж. Вот. Если вы сходите в музей, у нас в Питере была выставка самураев как-то. Вот, я туда ходил. И там как раз эти вот эти свитки были представлены. Вот. И, собственно говоря, чтобы туда зайти, это, как скажем так, вот такая комната была с adult-видео. Вот. Вот там только после 18 лет можно было войти и посмотреть. Вот. Что еще тут? Вопросики. Как огражаешь школьников от хентая его проявлений? Аааа... Да никак. Потому что... Ну, если по вам очевидно, что вам лет 12, вам никто сисястых девочек фигурок не продаст. Не продаст вам и хентайную мангу какую-нибудь. Потому что она в отдельном, ааа, в слоте таком продается, как от 18. Вот. Ну и... Скажем так, здесь не только как бы хентай, а есть еще такие вот порно-журналчики, которые продаются во всех магазинах. Во всех комбине, например. Вот. Я когда работал в комбине, мы там постоянно проходили всякие такие журнальчики, мы их укладывали. Но они там... Это... В пакет засунули. Ну, засунули их в пакет, короче говоря, их нельзя читать. Ну, японцы все-таки пытаются как-то так вот просмотреть, пролистать. Вот, что-то увидеть там. Вообще, чисто технически все эти порно-мультики аниме не являются хентаем. Но у нас так сильно закрепилось это слово, что мы не можем все это дело представлять по-другому. Слово хентай так и переводится. Извращенец. Это ругательное слово. И думаю, тут понятно, какой тип людей так обзывают. Для тех, кто в танке, не все аниме это порно. И мы уверены на все 100%, что даже самый далекий человек от тематики аниме хоть раз в жизни смотрел японские мультики. Возьмем, к примеру, Покемонов, Бакуган, Джо-Джо, Унесенные Ветром или же Твое Имя. И да, это все аниме. Поговорим с вами о японской мафии. А именно о якудзе. Я недавно брал интервью. Ну, как, не я брал интервью, а я был оператором для одного знаменитого российского ютюбера. И снимал интервью у бывшего якудза. И это видео на право уже более 4 миллионов просмотров. То есть я не могу, как бы, афишировать, кто этот человек, кто этот ютюбер и так далее. Просто факт. Ну, и я что-то узнал для себя новое. От разговора с этим человеком. По поводу татуировок. То есть, да, в Японии, если у вас есть татуировки, то первое, если ты японец, и у него есть татуировки, первое, что приходит на ум, это то, что он якудза. Почему? А все очень просто. Потому что в свое время, в период Эдо, когда кто-то совершал преступления какие-то, украл что-то или еще что-то, ему на лоб наносили татуировку. Это было показателем того, что он что-то совершил плохое в прошлом, чтобы он не смог себе найти работу, чтобы все люди вокруг видели, что, ага, это как уголовник, поэтому держитесь от него подальше. Вот. Но плюсом к тому еще послужил, допустим, рассказ человека, от которого я брал интервью. Он рассказал, что, допустим, татуировки делают еще для того, что, допустим, когда вас в тюрьму сажают, сажали, то есть, когда в прошлом это все было, сейчас вот что происходит, я не знаю. Но в свое время, например, когда японцы сажали в тюрьму, им делали татуировки. И им делали, допустим, номер какой-то на плече или еще где-нибудь. Чтобы это скрыть, они наносили, когда уже на свободу выходили, они наносили на себя такой вот, ну, как вы можете видеть по фотографиям и по картинкам, более такой своеобразный японский стиль, какой-то такой рисунок на руках, самый популярный на руках такой рисунок. Вот. Чтобы скрыть, допустим, вот этот номер. Ну, если вы посмотрите фотографии якузы, там, 50-60-х, они там все вот, и женщины, и мужчины, все в татухах. То есть, они вот буквально вот как посуду у них. Все, что ниже, у них все в татухах. Вот. По поводу якуза в современном мире, я могу сказать только то, что якуза становится все меньше и меньше, потому что молодежь стала менее агрессивная, и поэтому смысл вступать им в якузы сейчас полностью отпал. То есть, они могут получить все сейчас. И 13-й айфон, и новый, и еще что-нибудь, и еще что-нибудь, не знаю. Ну, раньше, те, кто поступали в якузы, например, да, то, что вот я когда-то разговаривал, он рассказал, что у него была очень тяжелая ситуация в семье. То, что у него, допустим, отец, он очень сильно бил его мать. И поэтому, вот, видя вот это вот поведение, да, вот как отец бьет твою мать, например, да, ну, понятное дело, ты считаешь, что ты тоже как бы не получаешь позитивных эмоций от этого всего. И поэтому начинаешь драться в школах, отнимать у слабаков деньги и так далее. Поэтому в Японии самая популярная вот эта активность якуза, это починка, там казино всякие такие японские, всякие там сопурандо, например. Сопурандо это там что-то вроде таких заведений, где вы приходите, и вам девушки там мылят спину, например, да, ну, и могут вам сделать какой-нибудь такой массаж, или вы можете просто с ними заняться. Ну, конституция, короче говоря. Вот. А также они занимаются что-то вроде, как это сказать, как это за, рэкетинг, когда, допустим, деньги требовать. Ну, в общем, короче, коллектором вы уходите и собираете деньги от дружников. То есть какая-то компания обращается к якузе и говорят, что вот эти люди нам задолжали крупненькую сумму. Короче, за такую-то сумму идите с ними разберитесь. Вот. Ну, это раньше было. Что сейчас происходит, я не знаю, потому что в Японии сейчас, якуза сейчас так не выпендривается в прошлое, ну, как в прошлых десятилетиях. Вот. Ну, периодически по новостям можно услышать, что какие-то отморозки, например, с автоматами устроили перестрелку где-то на Рапонге, где там, ну, допустим, мой оператор, Кристина, она видела на Шинчику, да, там на автомобиле они, как ты говорила, в общем, на Шинчику, на автомобиле, на таком вот микроавтобусе уходили от полиции какие-то тоже отморозки. Периодически что-то такое бывает. То есть как часто бывает, сейчас в караоке, когда-то застрелили. Да. Ну, больше здесь, если какие-то убийства происходят, они именно с холодным оружием. Здесь огнестрельное оружие, как бы, очень сложно достать в Японию. Ну, как нам рассказал товарищ, товарищ, он, здесь есть какие-то такие вот поставки через Северную Корею, не через Северную Корею, по-моему, через Северную Корею, я уже не помню. Даже из России есть поставки, есть из Тайваня поставки. Какие-то такие левые. То есть они как-то обходят вот эту вот систему оборону Японии, да? И как-то вот так вот проводят. Вот. Что еще можно сказать о якудзан? Вот. Если у вас есть татуировки, например, вы иностранец, окей, к вам будет совсем другое отношение, если у вас есть татуировки. Почему? Потому что вы иностранец. Но будьте готовы к тому, что вас не пустят ни на пляж, ни в бассейн, ни в этот самый, как его там называется, онсен, да, горячие источники. В спортзале тоже у вас будут спрашивать, у вас есть татуировки? Вы кровь не сможете сдавать, потому что они тоже спрашивают, если у вас татуировки. Вот. Ну, и на самом деле, это вам усложнит жизнь, если у вас есть какие-то татуировки. Даже если это какая-то аниме-девочка, например, у вас на плече все равно, как бы японцы, во-первых, остерегаются людей с татуировками, во-вторых, у них как-то это сразу негативное отношение к вам будет. Вот. Ну, те, кто у вас не знает, те, кто у вас, люди вокруг. Вот. Ну, а так, если у вас есть друзья, я, например, когда работал на олимпийских играх, у нас половина сотрудников, даже какая половина, у нас две трети сотрудников были испанцы. И у всех вот это такие татухи, наверное, похлегче, чем у какой-нибудь якудзи. Здесь вот, в Японии. Вот. И японцы очень жаловались, ой, знаете, мне так страшно работать с этим человеком, у него татухи, у него там борода вот на стол, такая вот, очень страшный человек, очень страшный человек. Вот. У нас это как-то более привычно, да? У меня татуировок нету, но у меня были мысли сделать татуировки, когда я еще был в Питере. Вот. Не знаю, буду ли я делать в будущем или не буду. Вот. Я думаю, меня убьют, если я сделаю тату. Не убьют? Ну ладно. Действительно, у мафии такое большое влияние. Ну, опять-таки, я вот не знаю, как сейчас в современном мире, но Япония до сих пор работает вот эти сапурандо, вот эти починка, казино всякие. Понятное дело, у кого-то надо... бабки трясти. Я думаю, периодически такие люди где-то досветятся. К тому же, периодически приходили угрозы от его бывших сотоварищей, что ты, чувак, типа, много бабков. У нас тут улетело все. Там еще что-то улетело. Еще во себе, да. Ну, в принципе, у нас почти что мы закончили. Вот. У нас тут бумажки улетели. Может ли иностранец вступить ряды Еппидзо? Вот на этот вопрос я, пожалуй, отвечу нет. Потому что, как я сказал до этого, что в Японии иностранец никогда не будет своим. То есть, если у вас будут свои дети, допустим, если вы женитесь на японке, и у вас будет, скажем так, японец, как это, хав, говорит по-японии, по-японски, что и, допустим, русский наполовину, наполовину японец. Все равно к нему в школе будут относиться как к иностранцу, что он такой, кайджин. Вот. А японский, японский, ну, якудза, например, да, это как в итальянской мафии. В итальянской мафии иерархия, она построена как в римских легионах. Там тоже каппа есть, там, как бы, даже не знаю, как это объяснить. То есть, сама вот эта вот иерархия, как в римских легионах. А в Японии больше как самурайские, какие-то такие вот то есть, есть Оябун, это тот, кто самый верхний, скажу так, самый главный. Вот. А есть подчиненный, то есть, ханижирандар. Вот. По поводу самурайской культуры, это на самом деле, ну, легко поверить в это, потому что, почему якудзо как-то похоже на самураев. Потому что, ну, в свое время, например, поскольку они японцы, да, они все самураи, как считается. Вот. А с другой стороны, например, вот в 19 веке, когда, самураев стало меньше и меньше, а у тебя, у них, например, нет хозяина, и они становятся автоматически роненными, потому что у них нет хозяина. Феодала, например, да, то они, им надо же как-то выживать. Ну, собственно говоря, они используют свою катану, свой меч, свои силы, чтобы, допустим, собирать деньги, там, ну, такие, в группировках, организоваться и, допустим, за деньги разбираться с какими-то делами, например, кого-то, например, да, то есть кто-то попросил вас разобраться с каким-то человеком и пообещал вот я тебе заплачу столько-то, все. А жить-то надо на что-то, вот. Поэтому все-таки мне кажется, что это чем-то похоже на самоорганизацию, на итальянскую мафию. По поводу русской мафии я не могу сказать, потому что я вообще не сведущий по поводу этого. А сегодня с вами был Энтони Сомелья. Спасибо за просмотр. Увидимся. Покеда.